Я всегда готовлю на водопроводной воде. Ирина не привыкла пользоваться ни фильтрами, ни покупной водой. Вода, что идёт из-под крана, её полностью устраивает. Но недавно женщина услышала, что ситуация может измениться. Все эти горводоканалы изношены более чем на 80%. И если не предпринимать меры, это неизбежно скажется на качестве воды в кранах саровчан. Меня очень беспокоит эта ситуация с водой в городе. Мы никогда не использовали фильтров и всегда пользовались водопроводной водой, чистой, из-под крана. И мне не хотелось бы, чтобы сейчас ситуация изменилась в худшую сторону. Чтобы я и мои дети всегда пользовались только чистой питьевой водой. Первые сигналы о сбоях в сетях уже поступают. Время от времени из кранов саровчан идёт замутнённая вода. Мне трудно судить. Пью и пью. Ну вот там, где я живу, у нас вода хорошая. А вот где я работаю, в районе Ленина, там вода не очень. Бывает ржавая какая-то, ну, невкусная. А бывает нормальная. Сегодня однозначен сказать, из-за чего вода временами становится замутнённой, нельзя. Но определённые проблемы в системе централизованного водоснабжения в городе есть. Это существует износ достаточно серьёзной распределительной сети. Существует определённая проблема с резервуаром на городском водозаборе, который находится на улице Карла Маркса. Есть определённая проблема с запорной арматурой, которая на сегодня существует, и это мешает надёжному переключению именно воды на водоводах. Специалисты Гурводоканала не исключают, что одна из возможных причин замутнения – происходящие всё чаще и чаще повреждения на сетях холодного водоснабжения. Аварии влекут за собой отключение определённых участков водопровода. Из-за этого меняется скорость потоков и начинается смыв отложений со стен труб. То есть вот эта вода, она ухудшает свои органолептические показатели. На какое-то время, на какой-то период качество воды ухудшается. Тенденция к увеличению повреждений на сетях холодного водоснабжения наметилась ещё несколько лет назад. В 2012 году было 24 подобных аварии. В 2018 зарегистрировано 41. За полтора месяца этого года произошло уже пять повреждений. Устранять их стараются максимально быстро. Но избежать аварий совсем сегодня сложно. Сети изношены. Срок службы трубопроводов, особенно стальных, уже заканчивается. Надо просто уже сейчас вести разговор о том, что там, где трубопроводы пролежали свой нормативный срок службы, надо просто менять, менять и менять. Иначе вот этот эффект снежного кома, он в конце концов приведёт к тому, что количество вот этих аварий и, соответственно, отключение аварийных потребителей будет увеличиваться. Сегодня мы живём по пути, как правило, ликвидации уже аварий. Идём по этому пути. Ну и, соответственно, плановые ремонты мы делаем в минимальных количествах. Соответственно, чтобы идти по пути наибольшего предупреждения возникновения аварийных ситуаций, соответственно, надо наращивать темпы плановых ремонтов. На последнем заседании Думы депутаты утвердили перечень из 1123 объектов водосетей, требующих реконструкции и модернизации. Стоимость этих объектов – более 800 миллионов рублей.